Миклуха Маклай Моя сила должна заключаться в спокойствии и терпении. Ученому удалось завоевать доверие и уважение папуасов, и это дало возможность дни напролет собирать материал для своих исследований. К тому времени в европейских учебниках по антропологии утверждалось, будто папуасскую расу отличает пучкообразный характер волосяной растительности на голове. Ученый был убежден, что это чепуха. Миклуха Маклаю удалось тщательно обследовать голову короткостриженного девятилетнего мальчика из деревни Бонгу и даже нарисовать ее. После ухода гостей Маклай сделал запись, вносившую полную ясность в проблему, так занимавшую ученый мир. Волосы растут не группами или пучками, совершенно одинаково, как и у нас. Это для многих, может быть, кажущееся очень незначительное наблюдение привело в приятное расположение духа. Теории европейских ученых о том, что папуасы не могут считаться людьми из-за пучкообразного роста волос, были развенчаны окончательно. Важность трудов Миклуха Маклая признавал русский писатель Лев Толстой. Вы первой, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек, в общении с которым можно и должно входить только с добром и истиной, а не с пушками и водкой.